Всех приветствую! Наконец-то мне руки доросли выполнить квесты и сделать очередной обзор данжа, точнее обзор очередного данжа, так лучше наверное будет. Находится он в этой локации в Эстонии, в цитадели пыток и поднявшись вот так наверх, сюда, потом спуститься, еще раз спуститься мы наблюдаем гробницу некроманта. Вот. Гробницу некроманта. Ну что, пойдем? Данж 41 уровня, точнее 41 уровня пускают, если не ошибаюсь. Возьмем... Так, у меня все нормально здесь. И начинаем. Да, я надо квест взять. Приветствую солдата! Здесь можно разными путями пройти, то есть можно, например, сразу вот сюда к боссу, но вы не сможете попасть вот в эту комнату. Поэтому надо идти вот как-то так и вот так. Ну, в общем, нас по красному квесту должны будут провести. Можно, наверное, подняться через этот вход, но мы пойдем вот здесь. Больше квестов я не смог найти. Убираем всякие рунки и глоры. Вот. Ну, видите, даже на 60-м левеле я мобов не убиваю моментально. Ну, по крайней мере, на этот скил, конечно, не убивает, но... Эти монстры... Так, чтобы эту комнату пройти, а хотя нет, здесь ничего почти не надо сделать. Странно. Мы одного убиваем. Мне казалось, надо было поговорить. Подходим к этому NPC, и можно будет поговорить. Здесь должна сработать тревога. Тревога. Тревога не сработала. Эти два мобы, их можно не агрить, если вы вот так аккуратненько пройдете, то они просто будут стоять. Они по квесту не нужны, поэтому, в принципе, их не надо трогать. Так, эти умирают, а мы идем дальше. Ничего особенного, да, вот эти монстры, они прыгают на вас. Ну, бьют довольно сильно. Они слабые очень, ну, по защите, но они очень сильные по атаке. Они вот так начинают прыгать, и очень больно дамажат. Поэтому не попадайтесь. Данж довольно большой, здесь три босса есть. Ко всем можно... Здесь четыре босса есть. Ко всем можно попасть. И неплохо одеться. Ну, оружие, конечно, ватарпушка оставлять. Вот этот босс, первый, которого мы встретим. Я его быстренько сниму. Какой-то хп, как только он... Какой-то... Его надо подводить вот на эти шипы. То есть, если его опрокинуть и на шипы кинуть, то они поднимаются и дамажат его. Десять раз нанесем критический урон. Трейз за Диоса в границе некромантов. Ничего себе. Какая ачивочка. Да, вот мы стоим, мы сейчас встанем вот так. Он снова должен подойти. Сейчас посмотрим, будет ли. Ну, ладно. В принципе, нет. С ней ничего не дроп, но с ней с него падает только концы, если не ошибаюсь, я бежам. Мы едины с оружием. Босс Берсеркер, по-моему. А нет, босс Лантер. Или, ой, не Лантер, а этот Слэйр. Вот. И он довольно силен. Если он вас ударит, раба может отлететь. То есть, например, в соло-моде, когда я ходил, да, я умирал. Здесь очередные вот эти мобэнсы. Мы их убиваем. И проходим дальше. Так, дальше мы, наверное, пойдем вот сюда. Куда нам нужно лучше пойти? Нам нужно пойти в первой комнате. Мы пойдем вот сюда. Мы идем по квесту, прям вот как нам говорят. Мне нужно будет разрушить, ну, это по красному квесту. Вот эти статуи. Банки, которые мне дали. Подходим, вязаем. Разрушено. Не разрушено, еще что-то долго она ставит. Ну, хватит, что-то наклоняться. Используем, значит, ничего себе там. Просто год ставит. Убиваем этих монстров, чтобы они не мешались. Они просто надо будут замедлять, так как мы будем в боевом режиме находиться. И идем. Вот квест, еще один, кстати. Да, горит. Смотрите на радару обязательно. Где он находится. Вот в той комнате. Мы как раз туда идем. Да, куда идем. Прохожу, собираю всех монстров и беру сразу задание. Вот у этого МПС. Всегда берите сначала задание, только потом убивайте всех этих монстров. Потому что всякое может быть. Просто это задание, мы получаем опыт дополнительный, не более того. Босс имеет несколько способностей. Он вот так закапывается и ползет под землей там, где вы были. Кидает вот такой снаряд. Каждые 25% он вызывает дополнительного миньона, у которого очень высокий шанс опрокидывания. Но во всем остальном он несложный. Вот, он призывает одного. Смотрим, сможет ли он опрокидывать меня. А, и вот третий скилл вот такой у босса. Держи он в своих шансах. Ну, посмотрим, дамаг, да. Ну, понятное дело, мне ничего не станет. В принципе, больше скиллов нет. Он еще прыгать умеет. Так, ходить. Потом еще прыгать на месте высоко. В общем, что сейчас он здесь делает. Разворачиваться, ударять с вертушки. В общем, просто несложно. Думаю, вы с ним как-нибудь справитесь. Уберу дроп. Дроп, что интересное будет. И надо добить эти штуки. Так, а почему у меня их всего третий был сейчас, да? Мне нужно второй раз, будет что-то зайти. Да нет, вроде. Или я где-то пропустил. Сейчас вернусь, посмотрю. Может, я пропустил в какой-то комнате. Хотя нет, не должен был. Ну, я, наверное, вернусь вот в эту комнату сейчас. Вон, другие кости. Окей. А, здесь нельзя точно использовать. Бежим обратно. А вот, вот комната, где я не посмотрел. Четвертый обелиск находится вот здесь. Я его проворонил. Видите, внимательно надо смотреть. Иначе, иначе, иначе придется заново проходить. После того, как мы взорвали, скорее всего, квест обновится. Да, и нас направят бить вот этого следующего босса. Мутирувавшие Кайдун. Уничтожить монстра. Кайдун, это аналог типа Наги. Очень медленно, разворачивается. Но есть довольно сильные скиллы. То есть, он может прыгать вперед. Далеко он стреляет лучом смерти перед собой. Кидает поле, которое ядовитое дамажит. Бьет перед собой мечом. В общем, сейчас мы посмотрим, какие у них скиллы. Вот он вот так прыгал. Бьет перед собой. Такое поле. И вот это луч смерти. Я вот так называю. Но во всем остальном, в принципе, несложно. Видите, поле он ударил вниз мечом. И это поле ядовитое дам. Наступим на него, посмотрим, насколько она бьет. Даже вот мне пробивает на 169. Больше, в принципе, у него нету никаких сложностей. Думаю, даже если вы один пойдете на такого босса. Единственное, что вам стоит отпервяться. Я подгадал, сейчас в инрейдж вошел. Он вошел в инрейдж. И этот момент старайтесь просто переждать. Потому что... Ну, все равно начинается двигать быстро. И может попасть по ван. Наконец-то свобода. Дали какой-то жетон Фрай. Пожалуйста, передай Фрай, что мне жаль. Я держался сколько смог. Это то... Как его там... Оман, про которого говорил. Говорила Фрай. Мы идем доделывать квест. Вернитесь в Акари. Сначала убьем босса, а потом доделаем квест. Чтобы два раза не возвращаться. И последний босс, который у нас в этом данже есть. Это... Вот такая штука. Сам он не такой сложный. То есть... Крок, крок. Вот так прыгать может вперед. Он может перед собой махать. Стрелять тремя шариками. Он возвращается на центр, разбегается. Да, раз. И возвращается назад. Потом он может стрелять шариками. Рыгать. Где шарики? Шарики, давай. Во, шарики. Кастует три. Причем... Кастует именно в вас. После того, как ему сняли 70%, 30%, он респит вот таких миньонов. Они не двигаются с места. Но, если вы попадаете в эту точку, они у вас начинают очень часто встанить. Но вот так. Увеличивает силу на 10%, но снижает уносливость. То есть, грубо говоря, защиты меньше, но вы становитесь сильнее под этим бафом. Кстати, довольно хорошая вещь для атаки. Но вы... Если вы их просто расчистите место, то есть... Сложность в этом не столько, что они дамажат много, а просто, что они мешаются. Да, вы просто можете расчистить местность, и... Соответственно, они уже не будут напрягать вас. Он спамнит таких три волны. После 50%, по идее, должен еще спануть. Да, они чуть ближе к центру. И после 25%. Совсем уже близко. Видите? Вы просто убираете лишних. Например, вот так убрали. Чтобы не было сложностей. Ну и, соответственно, добиваете босса. Да, пространство освободили. Но мне это добилось само по себе. Дропы у меня как-то никакого. Что-то... Дропы никакого. А, вон красненькая штучка. Почему-то мобы не исчезли. Не знаю почему. Ну, ладно. Это вот босс был последний. Мы доделаем квестики. И уже пойду, мой дом. Одна голда стоит. Жерель. Еще так мало. На брокер. Ну, мало так мало. Мало жерель стоит. Я даже не буду его париться. Доделаем квесты. Доделаем квесты. Посмотрим, смогу ли я сделать квесты за один заход. Или вам придется делать их несколько заходов, чтобы сделать все квесты в этом данже. Может быть, тут есть еще какие-то дополнительные. Так, вылечимся немножечко. Вот эти маги, опасайтесь. Они довольно-таки опасные. Даже на... Когда разница большая, они опрокидывают только так. Так. Пока убил 10 штук. В комнате 10 мобов, получается. Посмотрим, есть ли еще кто там. Так. Если нет, мы вернемся, потому что я, возможно, пропустил вот в том проходе. Да, вот там 4 моба. Скорее всего, мне не хватит здесь. Мне придется вернуться. Тело мертвого солдата. Так. Осталось еще 5 мобов. Здесь их 2 из 3 нужно найти будет. Ну, даже по счетам ты не защистишься. Окей, бежим на тот спот. Вот в этот перешейчик, в эту комнату. И добиваем квест. Останется 3 моба, которые располагаются где-то вот здесь, если не ошибаюсь. Ну, там в самом начале, там по лесенке можно подняться. Вроде какая-то ачивка даже выполняется, хотя я не уверен. Вот. Ну, а с них почему-то квест не идет, да? Да, с них не идет задание. Ну, раз не идет задание, это плохо. Скорее всего, придется дважды идти. Ну, второй раз уже можно будет не проходить все, если вам и просто убить в начале монстра. То есть, все будет намного проще. Они стоят в самом начале, вам нужно будет просто пойти не по этой дорожке, а через лесенку. И вы попадете в нужные комнаты. Сейчас у меня спадет уже наконец-то ускорение, и я побегу, 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 побегу. Да, 17 мобов из 20 сделал. И 2 из 5. Вот еще 2. И последний будет последний? Во, будет последний. Значит, все нормально. Пока что все нормально. Мне хватает. Сейчас увидим, хватает ли по-настоящему или нет. Вот еще комнатка, только тут простой моб, а нам нужен другой. Вот они простые. Почему я в боевом режиме нахожусь? Ну-ка давайте в боевом режиме выйдем, быстренько. И пробежимся. Отлично. Видимо, кого-то я там не добил, он все время мне мешает, 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 мешает. А, точно, я же не добил в комнате с боссами. Че я? Я уже забыл совсем, они же того. Они живые остаются, не исчезают. Так, здесь одна. И вторая. Значит, мне придется один раз еще сходить и убить одного монстра. А нет, не придется. Все, здесь 3 их стоит. Ну что, все квесты можно сделать за один заход. Все, всех боссов я показал, все умения я показал. Надеюсь, не будет сложно, вопросы не возникнут. Здесь падает, вещи падают с 41 уровня. Аватар пушку не меняйте, и вы только одеваете бижутерию, броню, шлем, перчи. И будет вам счастье. С вами был Хостик на канале Немехо. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И до следующего обзора с другого данжера. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok